Привет, ребят! Если вы играете в доту, но у вас никак не получается поднять ММР, то я хочу приглашать вам в сервис поднятия рейтинга BoostMMR.ru. У ребят приятный дизайн, сотни отзывов, полностью открытая статистика, удобный личный кабинет и многое другое. А еще они занимаются обучением. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Приятного просмотра ролика. BoostMMR.ru Привет, парни! Сегодня у нас Адмирал Кунка. Я в последний раз его записывал, всем он очень понравился, но это было давно, еще до патча 7.20. В этом патче я попался с ребятами, которые меня знают, и с стримером каким-то. Поэтому это будет игра интересная, веселая, я думаю, представишь, что удобнее. Накладывайте покушать, если вдруг вы еще не кушаете. И приятного просмотра видео, может даже не до стрима. На линии буду стоять против Тинкера. Тинкер на самом деле легкий матчап для Кунки. Максимум у меня забирает там 1-2 хрипов из патча, потому что остальных я донаю за счет второго скилла. За счет второго скилла мы еще поговорим. Второй скилл, ну я думаю, многие знают, что дает сплэш по всем крипам дальше тебя. То есть ты бьешь первого, идет сплэш дальше. Суть-то в том, что не надо добивать первого же крипа с помощью сплэша. Потому что, о, ошибочка. Потому что если вы добиваете первого же крипа с помощью сплэша, то у вас нет возможности сдонайить крипа с помощью этого совещания пассивки. А суть этой пассивки это в том, что ей можно донайить всех крипов на линии. Пассивник тебе вообще ничего не можешь сделать. Вот, он нажал такой-то там лазер на меня. Тут я добился раздух, потому что, ну, опять, был шанс того, что я не добью. То есть, как вы можете заметить, он меня добил вот из шести крипов одного. Потому что, ну, опять же, я мискликнул, там, немножко ошибся. Тут я заговорился, но я не пропустил этот крипа. Все в порядке. Вот она донай ренжей актенсирует. Внимание. Ой, я это сам не знаю. Не сработало. Лёх, слушай, я знал ренжа уже. Он не стал донать татар ренжа, но, типа, я не знаю. Я линию пока что так себе стою. Обычно линию пожёстче стою на нём. Испортил одного крипа и получу плюс орех. В этом чё ужасного нет. С двумя брейсерами он ему очень сложно, обратно, стоять будет. Я считаю порсию докуплю потом. И слайнинг у меня лёгкий. Опять же, даже при условии, что я стою линию слабенько, у меня, получается, стоит лучше. Мясанул махг. Пытается мансить от меня как-то выживать на линии. Но мы сложно, очень понятно. В чём этого чела 9 ранг, и он неплохо... В 9 смысле уровень тинкера, и он неплохо не бахает. Мясанул, за это крипа не набил. Тут уже можно считать ухарайс, на самом деле. За счёт пот. Именно так вот. Хороший махтинкер. Вообще не манси. То есть, по сути, мне нужно кидать в него торрент, что ли? Вот я уже подхорошиваю, довольно-таки приятно, ему очень больно залетает. Кусим ангус. Танго переложу. Спасибо. Нужно стараться по КД юзать тайбрингер, потому что челу очень плохо на линии будет. Я просто очень больно ему делаю эту линию. Пал по нему. Чё страшно, что он убирает ранжа. Там ничего ужасного нет. В общем, челу очень непонятно стоит линия. Он как-то то мансит, то нет. Непонятно, в общем. Понимаю, да? То есть, он вообще не манси. Он просто есть. Я буду играть с ареной на двойку, потому что я им более-менее умею подать хорошо. На чуйке. Нет, на самом деле, лучше боттл сейчас куплю. Боттл, веточку, чтобы съесть тётангусом. И всё вроде неплохо. Ланью, ланью, блядь. Ланью, что за слово ланья? Ланью, хорошо стоим. Даже при условии, что я стою, именно я плохо, против синкера стоять легко, так как мой герой хорош. Не советую, кстати, брать кунку против урса. Не советую брать кунку против какого-то МК, который просто постоянно стакивает свою пассивку. Не советую также брать кунку против героев, которые на линии именно стараются больше гнобить, чем фармить. Тот же самый снайпер. Вот вроде как ты его можешь выиграть, но при этом ты слишком много грипов лузаешь. Против синкером более механ. Но в целом кунка сейчас можно брать на фп, и даже стоять против урса реально, но сложно. Но реально, опять же. Такая, знаете, противоречивый матчап. Вот вроде как-то можно стоять, а вроде сложно. Я бы лучше, чтобы на самом деле с топором начинал, а не с таким закупом. Потому что брейсер и так себе довёз бы потом уже. Он как-то очень спорно играет. Я просто, знаете, тяжело отыграть человека, которого ты не знаешь. Ты не знаешь, хорош он или плохо. Не можешь за это попасть по нему. Тут чел просто двигается, как полный дебил. И из-за этого он хоть как-то выживает на этой линии. Да я в целом всё равно. Но я его не хочу, блядь. Даже при том, что я вот линию как... Ну, полный у вочи стою. Я не могу нормально жать кнопки, ему всё равно очень плохо. Так, брейсер нужен новый. И ПТшка. Вот этот закупь, два брейсера, ПТшка. Наверное, иногда ещё лебарды берут. Это столько урона, это просто боль. Я сейчас должен был крест, наверное, взять, если на прошлом давали. Да ладно. Что это за дебащий, блядь? Ну, просто скайд, но крипов меня это устраивает. Сука, хитрая. Штар жопая. Дальше сейчас нажать глиф, чтобы он крипов не харасил. Попал по нему, хорошо. Как ужасно он мансит, господи. Он так плохо мансит, и типа невозможно от него отыграть. В общем, я должен подать крестом плюс кораблём. Так как у меня 6 левел. Я его убиваю. Если я подаю. Не упал. Нормально. У меня всё равно всё под руной сделано, поэтому кд быстро откатится. Он так тупо мансит. Он то идёт как дебил, лучше, как сейчас. То он идёт как гений. И правильно. Вот сейчас он пошёл неправильно. Из этого выжил. Или чё? Бать, он тупой. Ну это реально, у меня просто нет слов. Вот выживает просто потому, что он тупой. Не потому, что как-то я не доигрываю. Он просто тупит и из-за этого выживает. Вот это главная проблема кунки на низкоморитике. Хуй пойми, что ждать от этих игроков. Вот хера пойми. Ты играешь, ты не знаешь. Надо было просто брать крест и не пришлось бы ничего ожидать. Там как-то на что-то рассчитывать. Просто берёшь крест и под крест даёшь прокастики. Пытаешься сделать всё на мувик, а получается, как всегда. Думаю, жизнь за... Для муэга. Хорош. Хорош. Реген нашёл. Ой, ты мой хороший. Не буду пока крест брать, потому что всё, но реген... Не убью его. Потрачу проказ. Буду пробивать его. Только меня прям накаляет этот тинкерос. Пойдём на шрам. Да нет, мне сейчас кинута поднесут. Такой же он тупой. Видите, скоро расстояние марш кидают? Они кое-как доезжают. Как же он боится? Как же он боится, мой сынок? Ну я бы всё равно умер, я бы не убежал. Так, сделаем. Всё, наш Тлэвелл получил. Есть Тлэвелл просто. Без топора неприятно ставить линию, чувствую прям. Наверное, неправильно закупился на него с старта. Ничего страшного. Ну, с линей вообще ничего не получает. Если бы он ещё играл бы, хоть как-то по-человечески, он бы ещё разок, ну, пару раз умер бы. Так, надо Торрент закинуть, плюс удар. Кажется, у меня, в этой игре мало получается вещей. Надо рассчитывать на крест или нет? Да, совсем. Типа, ей без креста я его убью. Если я не ошибусь, я его убью. Поэтому нужно как-то... Так, сыграть, по-моему. Привет, конечно, круто, но не хочу сейчас. Просто если подаю как бы Торрентом по нему, то он труп автоматически. Так, я хочу... ПТ-шка у меня уже приехала, отлично. ПТ-шка у меня супер много урона с руки. Целая сотка. Да, с крестом бы я его 100% отступивал. Вот почему у неё крипа переагривает? Ну что с тобой, дядя? Ты что, тупой? Ты просто пропускаешь крипа на ровном месте? Ладно. Он, видимо, чрезвычайно умный игрок, и я просто не могу его понять. Попал. И тут сразу же помощь идёт. Стоило мне прокачать крест, и тут уже герой стоит. Блядь, ну что это? Это просто нечто. Куда я попал? Зачем я сюда попал? Ёбутый лейн. Ладно, нормально. Максимально много времени нужно выигрывать тут. Понимаете? Вот сейчас он сыграл, вот, вроде неплохо. Но при этом он, я сыграл от того, что сыграет неплохо. Но хер пойми, как он будет играть в следующий раз. Он же тупой, как пробка. Вот невозможно отыграть от тупого игрока. Ты не знаешь, то есть, вот что ждать от психопата? Он же может сам взять себе голову, прострелить. Так, сделаю. Приятно. Это все главное, я буду с накунки. Это самый мой любимый. ТП на базу под крестом. Что в этой игре купить себе? Давайте сначала лотар куплю. Я раньше играл через армлет, но армлет против аппарата не очень. Ну, опять же, если вы только увидели мой видос, думаете поиграть на кунке. Купите армлет и пробуйте. Если вы умеете с ним играться, и если возьмёте талантный реген. И в целом, это урона очень много для силовика. Приятно очень. Ну, я с лотаром буду играть, так с лотаром это хороший для гангов. Я бегу в бот. Не знаю, успею или нет. Не обидно было. Не успею. Хочешь мне урон купить, чтобы убить его? Хорошая команда. Мне нравится, как они играют. О, чё рыбка сюда пришла? Если хочешь, я могу лица побить? Хочешь, не хочу. Что ему сложено на линии? Меня тут сдушили. Да, я вижу. Не знаю. Я, наверное, сюда с лотара начну буду тинкера ловить. Потому что сейчас с проказа убиваю тинкероса. Это талант на 40 урона на 10 ловоле. Это очень много. Кунг это как бы, он не саппорт, но ему дают 40 урона на 10. Эти 40 урона очень легко нанести по всем. Это очень сильный талант. В принципе, брейсеры дают ему magic resist. В сумме у тебя 86% magic resist. Плюс восстановление хп 10. В общем, этого героя хиро пробьёжными брейсерами. Мы говорим, многие ещё берут талибарду. И это очень сильно смотрится. Но я вот куплю лотар, чтобы с лотара искать тинкер сначала. Лотар. Моё, нет? Моё. Мне нужно вместо Клариса. ТП-шка. Кларис теперь. У него 1000 хп. Проказ, что он меня снимает больше. Главное, подбежать на него. Но это сложно будет. О, я видел. Ливера. Хорошо. Нет, на смешке? Или есть? Лотар, что бен, что в стычки ударить. Кстати, я забываю про вот эту функцию. Блин, у меня не было маны. Даже припеки точно мало не хватило. Можно тараном 100 кг. Я забываю про это. Но я умею это делать. Делал на стриме на миллион раз. Ты серьёзно? Да? Серьёзно? Ты не верил. Ты не верил. Ты не верил. На базу нужно тряхнуться. Он играет с моей раскачкой, но приятно это видеть. Когда есть человек, который играет с моей раскачкой. Я её не придумал, я её видел, но всё равно приятно видеть. Ещё в идеале мечтинкера убей. Не умирай так агрессивно с ларки. Я же приду с лотаром, заряжу его. Не, я просто, чтобы не замагайся, побежал у него. Убить штинкером. На самом деле сейчас могут двое героя встретить. Могой 0. Хорошо. Слишком сильные герои. Теперь я не знаю, что мелатары будут играть впереди аккуратнее. Но я могу всё равно ещё пользоваться одним человеком, который всё-таки думает. Да он был в другом лесу, да он не придёт в мой лес. Да меня это не коснётся. Моя хата с краю ничего не знаю. Да, братан, я нашёл твою хату и сейчас её буду сжигать. О, блядь, крест не нажался. Ну, точнее, он нажался. Просто... Всё, ладно, его хата реально с краю, походу. Это очень неприятно, всё-таки. И он внезапно сюда прилетел. Я бы начал драку, подождите. Ммм, это так? Блядь, это пиявка плюс лазер, это имба. Да, он непробиваемый даже по кристасу. Как вода кидать, да? Это, кстати, сильная тема, но умников. Второй скил, я думал, что это полное говно. Но я так смотрю, он на себя кидает. И вроде как его не убить. Дастов нет сегодня. О, блядь. Оу. Подобавил вершись. драйвера в секунду и нормально поэтому не боюсь его хорошо я в топ топ сделаю сам не делайте всем не успею не успею ладно хватает до мойки задешки конечно урод веселый прикольно бегать и карте убивать сразу сделаю так вот хотя можно и бкб это купить чтобы через лазер бить я задоедался секрета ну там все герои улетают они все ватные кстати значит ватных если берете кун куда-то герои ватные вы автоматически становитесь там ну чуть ли не топ-1 киллера на карте у вас там 30 киллов будет за игру даже если вы будете плохо играть у вас будет все равно много киллов это приятно очень нужно арканы бумана где-то решаем решаем тему пусть у меня вкусик что в команде есть что там у него стример аксессор стрим идет щас варк стал тут вар стоит нет корабля поэтому не хочу драться аппарата а летишь ко мне на фейн летишь ко мне на фейн я могу тарути я не увидел что мелатар откатился ладно я лох я тут полный лох а это фак а сарк с бринком а 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 скоро это или сложным потому что аппарат и очень сложная из этого игра с урона нет ой ты моя рыбка как тебе плохо все идет в этой игре получил ловкость уже приятно блин а могу идти в лотар в этой ситуации почему я не нажал его приятно да урон конечно сочный блин мне сейчас не нужно так идти с командой мне нужно идти искать тинкера убивать что тинкер это вообще супер изякил для меня но он всегда будет где-то подфармливать хотя может быть он за башней сейчас я могу зайти за башней и найти его вот я вижу тинкера ну я просто ваху из этой игры умрет надеюсь еще клинкс поймай его на кресле поймал парня да и тинкер умер вообще красавчики могу этого на гукан поймать у меня все за секунды сбрасывает капец эта херня на Омника мешает я не могу в тайминг проказ дать из-за этого с него мгновенно все слетает все равно мы хорошо делимся в гриме молодец хорошо играет в зарке вовремя тут оказался 5 сотов набрал нет смысла пока заходить все правильно у нас очень много времени заберите руны сделаю даже не перец и бот лупить сейчас возвращаюсь и с лотара нужно тинкера по логике вещей тинкер всегда отпушивает линию которая пушится на него это прям вот основы доты значит если линия в топе пушится то ее либо тинкер либо ее тиммейт которому просто вернуться на линию пойдет отпушивать сейчас он отпушит бот и вернет на топ отпушивать у них стоит вард и он не ожидает что я буду тут я видел но не могу пока что ломать мы знаем что тинкер герой который пушивает линии значит мы его ждем он приходит на линию и снова умирает я жду тебя тинкер давай 3 2 1 ты мой хороший послушный зайчик ну ты пиздец лакерный чувак он просто супер везучий хотя он еще не выжил да он выжил ну ты просто супер везучий козел он купил блинк с бот крипов и он нажал блинк сразу же как только я блять подошел в лотаре просто супер везучий козел блин мне надо перекочить по-моему это хуйней заниматься охотиться пытаться и т.д. потому что эта охота в конечном итоге идет в говно когда моя команда умирает у них нет ульта умников круто ну че ты башню то не бьешь гребаный омник ну что с вами такие вот реально непонятные челы хуйками что они делают их не переиграть потому что не знаешь что ждать от них ты же можешь переиграть того кого ты понимаешь я их не понимаю ладно нормально бкб куплю сейчас думаю буду убивать я бегу миг хотя нет я буду в боте тинки рождать так как ты блять это делаешь выворачиваешь торренты в ситуациях таких он тут покажи покажи ему да он тут же был дядя ты же видел ооо мне бесит что я не могу его догнать и убить хотя вроде как могу силу возьму для урона давай делай тп и дефай я тебя тут обнаружу и кину тебя в ебало торрент хотя как тебе дальше ну я кину тебя на торрент как мне догнать его я же некого фрустафа и топора он играет реально плохо он двигается плохо не получается играет потому что он двигается плохо тут ни разу крит за игрой не плохой ну либо я не видел его просто ни разу он должен убирать ультахли? хорош ну и гаври как его убивает наверно не успеваю в тайминг нажать все потому что просто дальность дальность крита больше чем дальность торрента из этого ты подходишь и корабль чуть позже кидается иду отсюда это очень тупая игра ну это ужас мерзко страшно мерзко противно не заметил что я рфк хотя реально давно не был на карте но даже не обратил на это внимание ну реально же плохо играю на тинкере ну посмотрите он кидает марши вот эти ооо щас вот здесь кто кинул кто это три пачки марши от господа не я в теории я накажу его хотя бы раз и я уже буду доволен потому что пока что меня напрягает тут очень я просто паду торрентом в лес и чел ответит за всю боль которая щас мне доставляет попа боль а вот торрент нормально с ним беру урон по длительНист больше 4 секунд длительiser наизгерочка аbli знаете наизгер отлично молодец на фениксе ворьми показался ворощь и я в че то напряжение каком-то играю щас мне ничего не получается Я как бы убиваю, у меня еще 10-1-8, но это ультра токсичная игра. Я думал, мне неприятно смотреть, потому что мне неприятно играть. Я играю как полный уголень. Если марш полетят, я должен буду куда-то высрать туда кнопки. Аппарат полетится сейчас, уже хорошо видим. Странно, что Фенни не прилетел, у него было все вроде. Ладно, я буду отсюда наверно. А, вот и сейчас я решил улететь. О, мы убили аппарата, тоже лучше. Немалый проказ, парни. Доволь крест, могу нажать? Который не вернулся на крест. До 102, второй решил на крест не возвращаться. Ну, либо он был в Инвизе, на Клинзе, я не понял. Что тут будет, я убью его, в боте вообще. Я никого не могу убить, меня бесит. Пал или не кританул в одной из двух, или все, второе. Ну, игра, типа, я убиваю, это прикольно. Но мне просто не нравится, что я не могу иметь там 16 кило вместо 10. Показываю, парни, смотрите. 48 секунда. На 48 начинаем замахиваться. Вот. 48 и начинаем замахиваться. Чуть надо было на 48, чуть попозже. Ну, в следующий раз покажу. Мне нравится, как он играет. Что, подождем, я буду стакнуть спортом. Вообще любой можно стакнуть. Почти любой. Мидасу как-то. Стакну этот спортом. Вообще, мне нужно на миде этой хуйней заниматься. Немножко не доигрываю, так сказать. Вот этот. О. Герой. Чуть важнее, чем стаки немножко. Ура. Показывать, чтоб лазер не дал. Чтоб не тратить время на килл. Спасибо. Липов много задавал. Ой, вы там нападаете. Ну, не заметил этого. Я мог помочь им там. Я ради двух липов-то поехнулся. Ну, я плохо. Как я плохо в этой игре. Не мерзко. Ну, ничего страшного. Мобили синкер, безбекать самое главное. Продам, наверное, брейсер. После брейсера докуплю себе второй дейдалос. То есть. У меня что-то игры не убивает. Я могу в рапиру выйти. Выйду в рапиру, наверное, сразу же. Буду с рапирой давать тыщики. Ни разу не было прецедентов, чтобы у меня как-то близко даже к смерти было. Меня там убили один раз по моей вине, потому что я плохо доиграл. С рапирой меня не убить. Ну, типа, планикерой меня не пробивает. Да, я очень жирный. У меня 3-400 хп. Маги меня не убить. Физуха меня можно убить, но очень долго нужно вгрызаться. Побью топ. У меня очень много урона. Хоть я икунка, и бью башню в среднем не очень круто. Но я думаю, побить башню я смогу вот тут. Так сказать, пока противники отличены. Тинкера нет. Извините, конечно, но я победкой играю. Он желтый аппарат против меня, а не моих пятерых союзников. Четверых. Ладно. Красота. Ну, очень легкая игра. Это в одну калитку. Ну, просто кунг такой герой. Я не думаю, что у кого-то возник проблем, а перегре я на нем. Максимум проблем, которые могут возникнуть, это умение давать прокаст в тайминге. Но в этой игре у меня это тоже с трудом получалось. И связано не с тем, что я как-то неопытный, а... Я же просто не идиот. Красиво. Я сейчас после игры зайду в лове и покажу вам самые важные виды прокастов, которые нужно ждать при игре на конке. Без них вам не надо ходить к ранке. Ну, можно типа, но это плохо будет. С ТП-шки сгоняю. Если ему ночь хочешь подефать. Вот аппарата за доджем, наверное. Давай, где Твольтера? Крюс, я наклюну все. Так, вы видели сейчас баг? А, все нормально. Просто мне оказывается, что тут показывало, что я могу купить Секрет Релик. Но он, типа, тут не покупается же. Почему это оказывается, что я могу его тут купить? Если я не нахожусь в Секретшопе, а в боковой лавке. Если на словах описать, то по поводу прокастов, парни. Есть прокаст, который начинает самый дефолтный. Удар. Торрент. Крест. Удар. Торрент. Удар. Крест. Торрент. Удар. И после этого корабль. Есть вариант, который дольше всего держит стане. Это крест. Удар. Корабль. После корабля еще удар. И после того, как корабль прилетает, сразу же в эту секунду. Удар. Торрент. И после станка корабля. Торрент прилетает с 1.6. То есть, ну, из этого невозможно практически выйти. А, там крест просто медленнее длится. Поэтому я не попал. Меньше, точнее, не медленнее. Он на тинкере очень интересный игрок. Типа, он двигается очень странно. Я сказал бы, что он тупой. Но при этом, может, просто стиль игры вот такой, психопата. Потому что я вот, кто-то, может, слышал про игроками Каширова. Играет он на виспе. И все говорят, что играет он на виспе славы. Но при этом, то, что он делает на нем, это уму не поддается. Он просто может взять и побежать на тебя. Вот тут то же самое. Чел старается. Я его даже в конце игры рекомендую. Потому что, ну, видите, он написал ВП Кунка. Вместо того, чтобы написать, типа, что там, мне повезло и прочее. Это заслуживает уважения к нему. Я тоже рад, что он в него стоял на линии. Ну, ладно, парни. Сейчас зайдем, посмотрим, значит, прокасты Кунки. Я доиграла. Давайте досмотрим прокасты Кунки. Покажу вам сейчас. Берем Кунку. Ну, просто, может мало ли кто-то не знает прокасты. И так, чисто микрогайд встрою в летсплей. Смотрите. Значит, существует несколько прокастов. Есть прокаст, тот, который носит максимальный клещ урона в одну секунду. Прям, чтобы ваншот на чела и не тратить на это время, чтобы как можно быстрее это сделать. Особенно это полезно из противника прям хп. Вот на три скилла. На удар. Торрент. Корабль. Если мы играем, ну, то есть, с такой раскачкой, мы уже понимаем, что, ну, если урона не хватает, то мы, как правило, уже не убиваем и отпускаем чела. Так, мы все кнопки тратим. Бражского героя. Хертов Тараск. Максимальный уровень. Смотрите, есть несколько вариантов. Первый вариант, это когда мы даем через крипа. Тычку. После этого начинаем крест. Так как, пока длится крест, можно нажать торрент. И после того, как перезакончится, еще одну тычку дать. То есть, две тычки. В этом суть. Это самое главное. Запомните. То есть, даем крест и стараемся дать тычку сразу после этого. Если у нас получилось, то мы сразу же даем торрент в тайминг. Если мы хотим чела ваншотнуть, как говорится. То есть, самый дефолтный проказ. То есть, вот. Удар. Торрент. Корабль. Возвращаем. Он поднимается. Выходит с торрента. Подает в корабль. Это самый дефолтный. Проказ, который больше всего держит противника в стане. Это вот. Смотрите. Мы даем крест. Удар. И сразу после этого корабль. И суть в том, что даже если он побежит. Мы даже не будем держать. Он сразу же вернется в корабль. То есть, в этом суть. Еще раз. Смотрите. Удар. Все побежит отсюда. Вернется автоматически. То есть, там, ну. Я не так немножко сделал. Вы помнили, наверное, почему. Нужно сначала дать крест. Потом удар. И после этого корабль. И чел побежит. И вернется автоматически. И после того, как корабль прилетает. Нужно сразу же дать. Торрент. То есть, смотрите. Удар. Он бежит. Немножко сам не так сделал. Ну, это на самом деле. Вот. То, что я сейчас сделал. Советую сделать вам. Если вы хотите научиться с ним играть. Вот. Прилетает в стан. И после этого. Нам нужно это научиться делать идеально. Так делает атакер. Это комбинация. Большая поддержка противника. В стане. Это сам. Вот. Человек покажет комбинация. Кто наносит больше своего урона. Ну, то есть. Больше урона. В самый маленький промежуток времени. Это. Раз. Два. Три. Вот. Начинаем мы все с удара. После этого с торрента. А не. И что. Потому что после того, как мы будем бить. У нас торрент еще спит катиться. Всего 10 секунд. В общем. Я более-менее комбинацию вам рассказал. Самое главное. Что помнить нужно. Что нужно вот. То есть. Учить делать с закрытыми глазами. По звуку. Мы слышим по звуку торрент. И по звуку научимся делать это. Это знаете. Как на уровне доджить манты. По звуку. То есть фласку. Сейчас покажу тоже прикольчик. Алчимист. Ну. Сейчас дать торрент. Вот. Смотрите. Я все время на стриме. Помню. Пытался доджить с закрытыми глазами фласку. Ой. Что я делаю. Вот. Смотрите. Я нажимаю. И по звуку будем пытаться доджить. Чуть не задоджил. То есть по звуку. Если научиться. Это будет вообще перфект. Суть в том. Что мы доджим по звуку. И с открытыми глазами. Ну. Это более-менее просто. Что я делаю. В целом. Не вышло. Еще раз хочу пробовать. Не получается. Ладно. В любом случае. Спасибо за просмотр. Я думаю Windows понравится. Я очень много накосячил. В плане игры. Но. В любом случае. Я надеюсь вам этот видос был полезен. И много для себя знали. Будучи новичком игры. В эту игру. Всем удачи парни. Всем пока.